Дорогие друзья, сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Кто-то даже, потирая руки, я это знаю точно, вспоминает про уходние кресы, где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это наша земля, земля суверенной Беларуси, где живут в мире согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа. А свою землю мы должны защищать. Слушайте, неужели мы слепые? Неужели мы не видим, что происходит? Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба, но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Ну вы представьте только на минуту, перед кем бы министр обороны стоял на вытяжку и докладывал. Мы бы уже на этой площади не были хозяевами. Нас поломали, покрошили и выплюнули бы. Беларусь не отдадим! Беларусь не отдадим! Беларусь не отдадим! Вы сейчас сказали главное слово. Не отдадим. Никогда. Буду я у вас, не буду. Никогда не отдавайте свою страну. Я за время своей работы проехал весь мир. Я видел разные народы. Я видел много народов, которые прошли через цветную революцию. Они до сих пор корячатся. И никто им не помог. Потому что надо поставить на колени, а потом поработить. Притом современным образом. А желательно без танков и самолетов. Надо в мозги втравить людям гадость. И без денег, без затрат повернуть их в свою сторону. Но мы же образованные люди. Мы же беларусы. Неужели мы не наелись за столетия? Держите свою землю. Не отдавайте никому. Нашим детям она принадлежит. И им негде больше искать земли. Никто им не даст. Беларусь не отдадим! Беларусь не отдадим! Беларусь не отдадим! Беларусь не отдадим!